Колокольная Свято-Троицкого монастыря в Алатаре получила больше всех голосов в интернет-рейтинге на 7 лучших культурных и природных достопримечательностей Чувашии. Голосование проводилось для того, чтобы определить, какие достопримечательности потом войдут в парк «Россия». Его разобьют в Домодедове Московской области. Каждый регион сможет представить свою экспозицию, а в ней показать историю, культуру, традиции и природу края. В голосовании участвовали 22 объекта. Проходило оно на сайте Минкульта. Победителем стала колокольня Свято-Троицкого монастыря в Алатаре. Она получила чуть больше 11% голосов. Вместе со Свято-Троицким собором мужского монастыря колокольня образует единый архитектурный комплекс. Книга рекордов России назвала этот объект самой высокой бетонной монолитной колокольней. Высота превышает 80 метров. Немного больше 10% голосов завоевал мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР Андриана Николаева в селе Шоршилы. В семерке оказались также музей Бичурина в поселке Кугеси, Чебоксарский залив и Красная площадь, Тихвинский, Богородицкий женский монастырь в Цивильске, музей Чапаева и Чувашский национальный музей в Чебоксарах. Список лучших культурных и природных достопримечательностей сформирован. Его направят в дирекцию Парка России в Московскую область.